Вот уже третий день. Все школьники учатся дистанционно. Не работают школы, не работают и их столовые. А ведь там кормили бесплатно некоторых учеников. В связи с ситуацией в учебных заведениях начали выдавать продуктовые наборы. Здравствуйте. У нас фамилия Степанова. Прийти вы. Прийти вы. Сейчас вы распишитесь. Получите, распишитесь. Оксана Степанова получает набор продуктов для двоих детей. Артем и Карина учатся во второй столичной школе. Хотелось бы выразить благодарность за то, что нас не забывают даже в такое вот время. В этом наборе находятся очень необходимые продукты, такие как макароны, сахар, рис, масло подсолнечное и сладости для деток. Это получается для одного ребенка. У меня двое, да. На второго я еще не получила, а на дочку уже получила. Очень хороший набор и очень рады. Во второй школе сейчас раздают 111 продуктовых наборов. Их шесть видов в зависимости от категории льготников. Всего из городского бюджета на эти цели предусмотрено еженедельно более миллиона рублей. В такой жизненной ситуации у нас находится около 5000 детей по городу Чебоксары. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из малоимущих семей. И для того, чтобы их права были защищены и они были наделены продуктовыми наборами, еженедельно по среду мы будем выделять продуктовые наборы. Один продуктовый набор рассчитан на пять дней. Формируют их комбинаты школьного питания. Состав набора может измениться. Уже на следующей неделе планируют добавить сладкие продукты. Такие наборы будут выдавать каждую неделю на протяжении всего срока дистанционного обучения. В отделе социальной защиты населения уверяют, если сроки поддержки истекают, волноваться не стоит. Они автоматически продлеваются до 1 октября. Если же вам необходимо первично подать документы, сделать это можно дистанционно. То есть через портал госуслуг можно отправить заявления и документы, либо же через почтовое отделение, либо на электронный адрес отдела социальной защиты населения, который можно найти на портале Минтруда, либо на соцпортале, либо казенного учреждения.